И снова здравствуйте, друзья! Помните, мы с вами катались на G-Tour T2? Это флагманский кроссовер от компании G-Tour. Машина на российском рынке довольно-таки хорошо себя показала, многим понравилась и пользуется хорошим спросом. Мы на G-Tour T2 катались, оценили его технические характеристики, как он едет по гравийке, как он едет по асфальту, вроде все хорошо, вроде все классно, нормально. Салон смотрели, изучили интерьер полностью, посмотрели какие там есть функции, опции и изучили экстерьер автомобиля. А теперь давайте посмотрим Дища T2. Вот пришел автобус, привез нам два замечательных, шикарных автомобиля. Сзади стоит один и один спереди. Пога есть такая возможность, давайте пройдем на платформу и посмотрим Дища G-Tour T2. Да, красавчик же, да? Шикарен, но просто, друзья, шикарен. Других слов у меня по экстерьеру данного автомобиля просто нет, они отсутствуют. Реально машина выглядит круто, классно. Дорогой кирпичик, скажем так, стоит в районе 4200. Кто конкурент? Это, конечно же, Tank 300. Хавейл Дарго будет на миллион дешевле. И, наверное, все, пожалуй, единственный конкурент у этого автомобиля – это Tank 300. Но Tank 300 равный. Здесь же у нас несущий кузов, друзья. Смотрим. Легкосплавные колесные диски графитового цвета, глянцевые. Есть какие-то ядовитые зеленые накладочки. Все это дело можем снять, поставить другого цвета накладочки. Все накладочки продаются на Алиэкспресс. Задние тормоза дисковые. Размерность шины, читаем, 255 на 55 R20. 20-е легкосплавные колесные диски. На задней оси фетровые подкрылки. Дорожный просвет найду, напишу в описании. Да и вообще вся техническая часть будет в описании. Сзади видим раздвоенный глушитель с маркировочкой G-TUR. Одна подводящая труба и две отводящие трубы. Муфта BOK Wagoner. Пятое поколение, друзья. Где бы тут найти этикеточку вам прочитать, что это такая за муфта. Хотя не суть, не важно. Знаем, что эта муфта необслуживаемая. И ходит свободно 150 тысяч километров. Масло в ней менять не надо. Задняя подвеска, независимая многорычажка на пружинах. Дальше видим стабилизатор поперечной устойчивости. На нем маркировка CHERRY. В подвеске присутствует алюминиевая опора ступицы. Привод слева, привод справа. Антикоррозийная защита над глушителем выполнена довольно-таки хорошо. Я вижу толстый слой шумопоглощающего состава. Вот здесь вот он расположен и над глушителем. Топливный бак пластиковый. Подводящая трубка к нему, головина заливная, также пластиковая. И, как на многих моделях CHERRY, расположена чуть выше рычага. Нормально. Это не нормально, скорее всего, для кроссовера. Нормально, а для внедорожника это не нормально. Так как здесь у нас по большей степени автомобиль это кроссовер, так что для него, в принципе, данная схема нормальная, логичная. В нижней части топливного бака присутствует пластиковая защита. Есть также защитный алюминиевый экран. Видим, что бак имеет выемку. Здесь проходит кардан. Кардан на шрусах. Тут же видим трубу выхлопной системы. Переходим далее. Идти неудобно, так что будем продвигаться медленно. Кузов обработан антикоррозийным составом. Тут он прям по максимуму, друзья, залит. Видите, даже свисает. Это все антикоррозийка. Давайте искать участки с открытым катафорезным грунтом. Вот участочек. И, пожалуй, друзья, все. Участков с открытым катафорезным грунтом по минимуму. Они, можно сказать, отсутствуют. Еще раз отмечу, что перед топливным баком установлены пластиковые щиты. В случае, если мы едем по неровностям, у нас какое-то препятствие. Оно в первую очередь ударится в эту пластиковую защиту. И бак у нас остается неповрежденным. Хотя не факт. Пластиковая защита все-таки остается пластиковой. Был бы металл, было бы, думаю, намного все лучше, качественнее. Также, видите, в нижней части муфты есть металлическая защита. Вот она куда уже надежнее, нежели вот эта вот пластиковая. В центральной части резонатор от компании G-TUR. Здесь у нас подвесной подшипник опорный. Тоннельная часть обработана антикоррозийным составом под завязочку. По полному открытых участков с катафорезным грунтом не вижу. А вот здесь, друзья, уже есть к чему придраться. Если посмотрим на трубки топливной системы, они у нас пластиковые. Видите? И расположены в открытом доступе нижней части кузова автомобиля. Также вижу, что в лонжеронах у нас нет ни воска, ни мавили. Там все блестит. Обязательно нужно обработать внутренние полости. Трубки тормозной системы выполнены из металла. Переходим к катализатору. Здесь, как обычно, из катализатора торчат какие-то металлические трубки. А к ним подходят резиновые шланги. Почему к выхлопной системе подходят резиновые шланги, мне вот это до сих пор непонятно. Кто знает, объясните, для чего нужны эти трубки. И в целом же, друзья, все. Единственное, что не посмотрели мы с вами, это переднюю часть. Хотя, если вот здесь аккуратненько мы с вами пройдем, то я вижу, что установлена металлическая защита в нижней части силового агрегата. Двигатель здесь 2.0, 245 лошадиных сил работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод полный. Еще раз отмечу, вот эти вот накладочки, которые использованы в декоре экстерьера кузова, их можно поменять на другой цвет. Нужно всего лишь зайти на Алиэкспресс, заказать, что вам надо, какой цвет. И они придут, и вы их с легкостью демонтируете, и можно их поменять. У официального дилера в продаже другого цвета накладок нет. Также вижу датчики парковки в переднем бампере, радар, система круглого взора 360 градусов, светодиодная оптика. В общем, здесь как все обычно. Китаец заряжен по максимуму. Видите, какая у нас сегодня экскурсия, друзья, крутая. Прошла по днищу G-Tour T2. Остановился рядом с автовозом, залез, посмотрел, вам показал. Теперь вы знаете, как устроено днище на шикарном китайском кроссовере G-Tour T2. Цвет-то какой! Цвет-то, оцените! Ну, прям достоин внимания. Этот, кажется, мне цвет немного похуже. Здесь все-таки более вызывающий. Гитайские машины по сравнению с нашими лучше. А японские-то все равно превосходят, европейские превосходят. Даже Корею превосходят. Ну да, Корею тоже. Корею раньше тоже не уважали, говорили, что говно машины, но сейчас же они... Я вот сейчас, допустим, сам себе стал покупать. Ага. Если ценообразование, то Корея сам на подходящий влево. БУ-шная или новая? Ой, на новом месте гонят не очень. Ну, понятно. Многие сейчас гонят БУ-шную Корею через Владик. Да. Много случаев. Вот у меня все в мыслях, уже третий год, наверное. Купить себе корейцам. Какого? Тусон, наверное. Ну, крутой вариант. Тритой выбор. Три с половиной, четыре миллиона рублей. Нет. Если в Корее, в трешку можно убраться. В трешку можно. Вот видели? Может, если в Корее, то трешка. Они привезли себе... А ты сейчас куда потом? А все, на канал Мехвод приходите, смотрите, ставите лайк, подписывайтесь. Как еще раз Мехвод? Мехвод. Я на себя посмотрю. На этом у меня все. Вот такое днище, друзья, на G-Tour T2. Теперь давайте свое мнение под видео в комментарии. Высказывайте, что вы думаете по этому поводу. А я дальше поехал искать интересный свежий материал для вас. Вот на этом российском внедорожнике. Милада Нива легенда. Ну, прям крутой же агрегат. Да, покруче всех китайцев. Да и попроходимее будет намного. И стоит раза 4 дешевле. Кстати, а что на ваш взгляд лучше? Тревел Т2 или вот такой вот Нивасик? Давайте, хейтеры. Задайте жарку в комментариях. Мне интересно ваше мнение. Мне интересно с вами дискутировать. До новых встреч.